А деревянный барак в Академгородке буквально разваливается. Дом признали аварийным еще 10 лет назад, но до сих пор не расселили. И этим материалом мы продолжаем наш проект «Карта проблемного Сибирска». На ней уже отмечены красным несколько десятков проблемных адресов в городе. Сегодня добавляем еще один и пытаемся разобраться в ситуации. Вяземская улица, 15. Аварийный дом не расселяют уже 10 лет. Ну что ж, ну это буквально, ну что это такое? И там полметра, ну кто? Это кошмар на улице Вяземской. Не жизнь, а какой-то фильм ужасов. Разные дома видеть доводилось, но это тот редкий случай, когда находиться внутри действительно страшно. И просто невозможно представить, как здесь люди могут жить постоянно, каждый день. Пол гнилой, стены повело, штукатурка осыпается, электропроводка выглядит угрожающе. Здрасте. Ванну забрали. Когда видишь сквозь перекрытие, небо может показаться с овчинку. И выделки, то есть ремонта, она не стоит. Ну здесь был второй раз пожар, вот в одном и том же месте. Проводка, соответственно, ну гнилой. Ну и, соответственно, все поварилось, обгорело. Здесь стоял унитаз, он рухнул. В частных домовладениях бывает летняя кухня, а здесь летняя ванная. Использовать ее зимой могут только закаленные люди. Здесь температура, ну не больше 8 градусов, не больше. Здесь вот это место все замерзшее, вот это замерзшее. Горелку, чтобы помыться, берем горелку, отогревают и сбрызгиваются. Не моются, а брызгают. Все. Вот это ванна. За все эти, так сказать, удобства жители платят по несколько тысяч рублей в месяц. Горводоканал, отводы все эти, содержание жилья, уже даже пиндюрили нам капитальный ремонт. Да, вот мы платим 3,34 за четверых проживающих. Люди писали жалобы и чиновникам, и в прокуратуру, но в ответ получают только подтверждение очевидного факта. По межведомственной комиссии города Новосибирска 26.01.2006 года признан непригодным для проживания. С момента постройки дом был на балансе сибирского отделения Российской академии наук. После реформы вместе с остальным имуществом СОРАН перешел под управление Федерального агентства научных организаций. Его бы передать муниципалитету, но процесс завис. Такие же бараки по соседству давно расселили, и на их месте стоят новые многоэтажки. Можно сказать, повезло. Даже если сейчас они возьмут вот эти дома, собственность муниципального города, то это еще неизвестно, в какой номере мы будем стоять, в какой очереди, потому что там тоже... Люди все хуже живут. Продержится ли этот дом еще одну зиму, неизвестно. Ситуация для жителей тупиковая, и сами выход из нее они точно не найдут. Кирилл Полиенко, Максим Федосеев, Новости РНТВ, Новосибирск. Мы постараемся помочь найти выход из этого тупика, только после этого снимем красную метку с карты проблем Новосибирска. Если вы также не можете добиться справедливости, получить ответ от чиновников, сообщите в редакцию программы Новости Новосибирска.